Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте Зеленая Долина. Погнали, друзья, сразу же смотреть, что у нас происходит вообще на нашей ферме. И уже, наверное, по традиции начинаем мы с 16-го поля. В прошлый раз мы это поле закультивировали и удобрили. А ну-ка, птички кыш, оттуда нахрен. Соответственно, сегодня у нас пошел здесь посев и сеется у нас здесь канола. Канола, которая, разумеется, пойдет на топливо. Топлива у нас не хватает катастрофически, надо его, в общем-то, производить. Поэтому в следующий раз мы его соберем, точнее, ее канолу и будем делать топляк из нее. У нас МТЗ-шечка работает, уродливая, но работает. На 22-м поле у нас все практически без изменений. Продолжается здесь уборка кукурузы, то есть у нас убиралась она на серии, потом еще стрим был, на котором уборка это происходило, и все они никак не могут убрать. В принципе, это долгий процесс, тут действительно много сечки. Ну, в общем-то, мы никуда не торопимся, это такой, знаете, у нас небольшой доходик лишний. Хотя, на самом деле, этот силос у нас пошел на короносмеситель, как-то случайно получилось. На ферментаторе у нас есть еще 500 кубов силоса, мы отсюда много вывезли. Во-первых, 500 кубов мы продали через нашу продавалку, вот эту вот, которая находится у нас на БГА. Еще на стриме у нас ездил он, продавался этот самый силос перекупщику животных, по-моему, я не помню. Да, перекупщик животных, сейчас у него, кстати, ценник еще немножко поднялся. И, в общем-то, он продолжает здесь перерабатываться, его много, сколько на стриме я его продал, а столько и продалось, я его больше водить не стал. Плюс, отсюда же мы взяли для нашего кормосмесителя, ну, к нему чуть попозже вернемся. Тут у нас переработка закончилась, забилось уже полностью все это дело дегистатом, поэтому мы отправили наш зелок, который будет это все дело продавать. Он сейчас где-то в жопе мира находится, но он обязательно сюда приедет и будет кататься. Ну, и, соответственно, у нас пойдет дальше переработка сырья, вот это вот то, что осталось, 107 кубов, и тоже еще деньги будем за это получать, тоже очень все здорово будет. Далее, друзья, к седьмому полю переносимся, точнее, к нашему коровнику. Здесь мы полностью забили наш кормосмеситель, и он, походу, полностью забился. Да, 100 кубов здесь насобиралось, но все было заполнено на 100%. Силы сбрали из ферментатора, из ямы мне на стриме было откровенно впадло убрать, тем более, что работы было и так очень много, и мучений различных там тоже предполагалось очень много. Ну, ничего. У коровок у наших сейчас довольно-таки дохрена жрачки. Жалко не показывается максимум, сколько им влезет, потому что, с одной стороны, хотелось бы полностью забить кормушку, но потом этому на смесь будет некуда девать, то, что лишнее в кузове останется. На землю высыпать такое себе удовольствие. Поэтому, в общем-то, им пока хватит, вот это вот мы дело дальше трогать не будем. Тут надолго еще. Еды мы вообще нормально запасли, как оказалось. А на седьмом поле, друзья, у нас произошел небольшой конфуз. Ну, как конфуз, проблемка. Сюда мы сеяли свеклу, или сажали, наверное, свеклу сажают, потому что там сажалка используется. И, в общем-то, пол поля мы засеяли на серии, и остальное я собирался сделать на стриме, но на стриме я про это тупо забыл, поэтому у нас вторая половина поля тупо не засеяна. С другой стороны, я не очень сильно расстроился этому факту, поскольку свеклы тут и так дохрена будет, и я очень не люблю ее собирать. Сегодня наша задача, кстати, ее поставить собирать, но для этого нам понадобится специальная хреновина какая-нибудь. Ну и на всех предприятиях у нас, разумеется, все позабивалось. Везде работнички отпахали свою смену, поэтому их надо будет сегодня опять-таки собрать, и куда надо развести свеженьких. Вот сюда мы больше работника не повезем. На каком-нибудь стриме мы заберем отсюда весь песок, который остался, и куда-нибудь его продадим. Песок у нас на стройку плотины уже весь полностью загружен. Осталось туда гравия досыпать, и потом докупить цемент, доски, там еще что надо. И, соответственно, уже будет запущен процесс самой стройки. Не так много уже осталось. Хотя мне вот, с одной стороны, нравится то, что, знаете, такой длительный процесс идет. За день по-любому не сделаешь. Ну и здесь у нас стоит наш мазик. На стриме я вот не помню, купил я его или взял в аренду. Вот такой вот прицепчик, около 50 кубов у него вместимость. Там лежит немного песка в нем лишнего, который на стройку не влез. Соответственно, мы с помощью этого прицепа потом повывозим все это дело отсюда. Опять-таки, это на стриме мы замутим. Скорее всего, завтра вечером стрим будет. Ну и из всех предприятий, которые у нас есть, я бы еще хотел выделить пивзавод. Тут тоже у нас отпахала смена. Сделалось нам тут еще по 3 куба кваса и пива. Соответственно, их мы тоже отвезем сейчас продаваться. И пришлось мне даже место освобождать здесь от поддонов. И, как вы уже слышали в начале серии, у нас есть заказ на это самое пиво, которое у нас тут 3 ящика по 2 куба стоит. Точнее, 3 поддона до хрена ящиков. Мы им это тоже, в общем-то, все дело отвезем. Ну и как вы по названию серии уже догадались, сегодня наша задача приобрести вот это самое строение. Один из самых больших заводов на этой карте требует очень неприятный ресурс, сахарную свеклу. 8 работников требует падла. В общем-то, нам надо сегодня запустить обязательно вот это вот все дело. И, скорее всего, как обычно, мы его запустим, а забьем под завязку уже на стриме. Сахар, кстати, у нас используется как ресурс на других производствах, поэтому продавать мы его не будем. Погнали, в общем, начинать нашу работу. А начинаем мы, друзья, с нашего магазина. Вообще, нас ждет сегодня покупка сахарного завода. И если мне не изменяет память, он прям, да, 684 тысячи он стоит. Нам даже денег сейчас на него нету, на самом деле. Не хватает. Я тут сколько смог контракт повыполнял, сколько времен было. Но все равно не хватает. В общем-то, ладно, там вроде как с пива должно будет получиться. И сила с отчета должна будет получиться. Надеюсь, эти копейки мы дособираем к тому моменту, как нам понадобится этот самый сахарный завод. Наша задача сейчас взять комбайн, который будет убирать свеклу. И прицепчик, который я уже давно собирался купить. Поэтому мы лезем в магазин. В общем-то, попросил я вас скинуть мне что-нибудь для уборки свеколки. И, в общем-то, как оказалось, советского автопрома ничего толком-то и нету. Из модов поэтому пришлось взять вот такой вот фуршрит. Ну, как-то, знаете, на холмере кататься не антуражненько будет в этой карьере. Мы его, друзья, возьмем в аренду. Можно, кстати, цвет изменить. Ничего себе, он какой-то красный вообще не смотрится. Не, пускай вот такой стандартный стоит. Мы его берем в аренду. Берем ему, конечно же, жадку для свеколки. Тоже арендуем. А вот прицепчик вот этот нам надо купить. 13 тысяч он стоит. Блин, вот обидно будет, если не насобираем денег. В принципе, всегда можно взять кредит. Правда, мы еще прошлый не отдали. Но что поделать? И, в общем-то, все это дело нам нужно перевести сейчас на седьмое поле. Ну, я, друзья, вас томить, наверное, не буду этим занятием. А я, друзья, уже успел пожалеть в том, что у нас нету того самого краза с тралом. Ну, в общем-то, спустя миллион лет я пригнал вот эту вот дичь сюда. Давайте, в общем-то, ручками затестим. Посмотрим, как это все дело у нас работает. Потому что мне, на самом деле, это самому интересно. Насколько много будет собираться свеклы. И ее будет собираться, я вам скажу, довольно-таки много. И, в общем-то, с этого поля должно быть ее, ее должно быть прилично. До конца карьеры нам должно хватить это вот прям сто пудово. Ну, что, собирается, прикольно. Я бы, на самом деле, на такой технике, может, даже и поработал бы. Почему нет? Едешь себе такой, оно собирается. Ну, да. Ее прям совсем много собирается. Так, надо как-то это поровнее делать. Он узкий и тоже, по-моему, сбор свеклы у нас будет не на одну серию. Ну, максимум на стриме мы это сможем закончить. За сегодня я это точно не уберу. Хотя у нас пол поля-то всего. Как бы это нашему валерчику объяснить, что у нас всего пол поля здесь. Нам, кстати, нормально так сейчас бабла прилетела. За силос. Это силос и заправка. Пиво мы пока не продавали. Там около 16 тысяч прилетело. В 8 утра наступило. Эх, в 8 утра уже ничего не успеваю. В общем-то, друзья, тут мы отправляем валерона. Там он другой с трактором уже стоит, ждет. Он намного раньше сюда приехал. Я надеюсь, что они в паре будут нормально работать. Потому что я это все дело не тестировал. Могут потом возникнуть какие-то сложности. Надеюсь, будут работать. А мы, друзья, сейчас переносимся на 22 поле. Потому что у нашего валерона в очередной раз закончилось топливо. Мы на стриме его заправляли. Капец, какой он прожорливый. Точнее, тут бак на самом деле маленький. Поэтому мы отправляем валерона, который у нас ездит на тракторе с сечкой, на разгрузку. А самим по-быстрому надо смотаться на заправку. У нас здесь стоит бочка. Там сколько-то топлива не очень много. Но должно было остаться после прошлого раза. Потому что мы сюда литров 450 привезли на стриме. А если 300 заправим, то... Ну, 300, соответственно, мы заправили в прошлый раз. Соответственно, сколько-то должно было остаться. Я надеюсь, на сегодняшнюю серию хотя бы этого хватит. Потому что с топливом беда, друзья, его нету. Его надо покупать. Покупать его не хочется, сами понимаете. И так с деньгами беда. Сколько тебя тут заправится, а? Дружище, давай, рассказывай. А, так нормально тут заправиться, я вам скажу. Целый этот самый. Нифига себе, целый бак. Мы же вроде немного сюда привезли. Или мы куб привезли, я не помню. Но что-то мне казалось, что мы литров 400 сюда везли. Ну ладно. Сейчас, в общем-то, надо вернуть этого пацана в работу обратно. Я думаю, он там разберется, где он закончил. Без нашей помощи. Соответственно, трактор потом к нему приедет. И они там, в общем-то, разберутся. А эти пацаны, кстати, вроде как нормально работают. Этот полностью загружен и со свеклой уехал. Правда, он пока сюда уехал, тот уже забился. Комбайн в смысле. Да, он быстро забивается. Ну, посмотрим, как они там справятся. Он уже все, встал. Ну, а мы тогда погнали, сами поработаем. И в первую очередь, друзья, нам надо продать, отправить на продажу пиво. Потому что уже в 8 часов утра. А местным алкашам все еще разливного не привезли. Как и в прошлый раз, делаем это на нашей бочке ВОО. Сначала пивасик, потом квасок в одно и то же место. Погнали. Ну вот, друзья, теперь у нас здесь продается пивасик и квас. Впрочем, все как обычно. Это уже тоже такой становится рядовой работой. Я на самом деле, вот на месте вот этих мужиков, если бы увидел, в какой таре перевозится пиво, я бы его больше не покупал. Но им нравится, походу. Ладно, паркуем вот этого вот пацаненка обратно на пивзавод. И там у нас есть еще дела. Вообще, друзья, пиво здесь производится довольно-таки медленно. И ресурсы уходят тоже, соответственно, медленно. Единственное, работников постоянно надо сюда привозить. И постоянно освобождать, ну, вывозить на продажу, в общем-то, готовый продукт. У нас в начале серии поступил запрос на вот эти вот самые ящики. Поэтому давайте мы их тоже отвезем сейчас, продадим. Потому что, судя по голосу, если мы им его не привезем, то нас, скорее всего, почикают. Использовать будем для этого вот этого вот бортового газика. Он нам сегодня, кстати, еще тоже понадобится. Давайте погрузим туда сейчас эти ящики. Просто вот так вот ручками. Не вижу смысла в автопогрузке здесь ради трех поддонов. Хотя, может быть, он и есть, с учетом того, что они могут сюда тупо не влезть. Но мы постараемся сделать так, чтобы влезли. И более-менее аккуратно. Не? Без шансов? По-моему, без шансов. Или мы все-таки сможем их пододвинуть аккуратно? А ну-ка, давай-ка вот так вот один к одному. Нормально, влезет сюда еще один. Интересно, кстати, сколько сюда по автозагрузке влазит вообще в этот газон всего. Я думаю, что к шее должно влазить. По два, если аккуратно они будут ставиться. Ну, типа как-то так. Вроде аккуратно я это все дело сюда загрузил. Вот этот еще не полный. Он потом будет дополняться, когда привезем сюда смену рабочих. Но это все чуть-чуть попозже. Давайте-ка цепанем ремни. И можно даже вот так вот это все дело прикрыть. И повезли это все на пляж. Такс, господа алканавты. Приехал ваш пивас. Куда вам его тут выгрузить, расскажите мне. Вы мне лучше, товарищи, объясните, нахрена вам столько пива вообще? Одна компания на двух машинах и шесть тысяч литров пива. Хотя, знаете, глядя на это лицо, мне кажется, я понимаю ответ на свой вопрос. Не, вот тут, кстати, еще куда не шло. Но вторая, боже мой. Знаете, если бы я выпил шесть тысяч литров пива, я бы все равно не смог бы вот так вот. Вот не смог бы. Ну ладно. Это все так. Шуточки прибауточки. Наше дело зарабатывать бабло. Если нам сказали привезти пива, значит мы сюда везем пивас. Давайте-ка мы снимем борта и отстегнем ремни, потому что надо это все дело выгрузить. Куда вам его высыпать-то? А? А ну-ка расскажите. Не? Не хотите? На, держи. Может в палатку куда-нибудь? Ну если в менюшке запросить, то он вот здесь подсвечивает. Давайте попробуем высыпать сюда. Выставить. Э, тихо, 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 тихо. Что-то в текстурах застрял, охренительно. Ну вот как так-то? Все через жопу на этой карте. Какие-то малыши, алкаши здесь бухают. Им пиво надо столько, сколько я, наверное, за всю жизнь не смогу выпить. Да, здесь у нас они его в палатку к себе перетаскивают, ныкают, наверное. Тоже мне друзья. Хотя, не знаю, не знаю. Ну смотрите, они нормально за него платят. Прикиньте, по 3 бакса за литр получается. По 3 евро. Даже чуть больше. Это нормальный пивасик, я вам скажу. За жигулевское я бы столько платить не стал. Так, нам надо вот эту как-то достать отсюда. Я без понятия как. Попробуем выбить с помощью газона. Ну-ка, давай-ка. Сейчас мы так тыдыщ. Нет, конечно же, это не получится. Если он застрял в текстурах, то это все. Почему-то мне так кажется. Проблема в том, что мы его сюда вроде как им привезли. А денег за него мы ни хрена не получили. И это обидно. Вот как эта падла застряла в текстурах. Вот расскажите, на секунду отвернулся. Не, меня, конечно, терзают смутные сомнения, что он рано или поздно отсюда как-то вылится что ли. Выпрыгнет. О, я его достал просто. Отлично. Все, пацаны, забирайте последнее. Где вот тут? Куда вам это все дело поставить? Блин, где-то же здесь было. Им надо его типа ровно ставить. Что-то новенькое. Да, слушайте, прикиньте. Его надо ровно ставить. Первый раз такое вижу. Ну и ладно. Мы, в общем-то, свою работу сделали. Бабло свое получили. Вы, ребят, тут отдыхайте. Если что, звоните. И с той светленькой, что на шезлонге сидит. Вы с ней поаккуратнее, а то, блин. А знаете, друзья, эти пацаны вроде нормально даже работают. Как-то не отвлекают. Единственное, что не успевает МТЗ-шка справляться. Может быть, их две надо было сюда ставить. Но нету денег сейчас на второй прицеп. Поэтому, опять-таки, мы никуда не торопимся. Пускай катаются. Сейчас же, друзья, поехали соберем всех рабочих, которые у нас готовы ехать домой. Которые отпахали свои смены. Их как раз у нас сейчас работало 8 штук. Два сидит у нас сейчас старых в газоне. То есть, 10 штук. И мы их сразу отвезем на остановку. Главное, их нормально собрать. Чтобы триггера эти сраные не бесили меня. Ага, здесь 7 сидит. У нас один здесь. Один на гравии. 5. 3 на пивзаводе. А, и 2 на угольной шахте. Да, мы туда 2 только отвезли. В общем-то, поехали собирать. Все нормально. А что это у нас тут все что ли на месте? Вот это прикол. Да, друзья, у нас работники в кузове сидят, которые с остановки около нашей базы. В Сенатовке. Точнее, недалеко от Сенатовки. Вообще, теоретически, кстати, этих можно высыпать сюда. Все равно. Они на входе останутся на триггере. И забрать сразу свежих с этой же остановки. Теоретически это должно сработать. Не знаю, как на практике. Слушайте, как их тут до хрена сразу появилось-то. И 4 не влезло. Кошмар. Здесь не покупают такой товар. Так, надо ехать на другую остановку. Вот эти 4 литра высыпать. Или мы сможем, несмотря на эти 4 литра, загрузить рабочих. Как это будет работать, а? Расскажите мне, пожалуйста. Триггер, ловись. Пожалуйста. О, пошло. Отлично, ребят. Моя схема сработала. Как тут этот самый словить? Смотрите, как это работает на самом деле. Остановка. Это у нас какая? Это у нас вот эта остановка. Мы сюда высыпали усталого работника, но на выходе он как будто забито производством было. Сейчас мы их отсюда достанем, и это начнет все перерабатываться, и все будет хорошо. Ну, гениальный же я план придумал, да? Ладно, ребят. В общем-то, погнали решать проблему с нашим новым предприятием. Начинаем заниматься, в общем-то, сахарным заводом. Для начала его, конечно же, нужно купить. Вот это вот территория, на которой мы находимся. Территория большая, стоит 684 тысячи. Это одно из самых дорогих предприятий на этой карте. Мы, в общем-то, его покупаем. Есть. Теперь можем посмотреть, что сюда требуется. Сюда нужны работники. 8 штук аж. Сюда нужна вода. Вода, кстати, обычная проканает. Это для промывки свеклы. Сюда нужны палеты, и сюда, соответственно, нужна сама свекла. Свеклы влазят до хренищи. 500 кубов палеты. 16 кубов. Это 4 штуки. Они же по 4, по-моему, да, куба? 4 поддона с этими палетами сюда надо. Ну, а, кстати, на них, по-моему, денег не хватит. И 100 кубов воды. И, в общем-то, это все дело надо нам сюда привезти. Работников мы уже привезли сюда. Можно считать вот эти вот состановочки. Но выгрузим мы их сюда в последнюю очередь. Сначала, друзья, другие. Другие ресурсы. Сначала ресурсы, потом рабочие. Для перевозки воды, друзья, мы сейчас тормознем вот этого вот пацана, который возит дегистат. Пофиг, что там уже бочка, наверное, изнутри грязная, не только снаружи. Поехали, наберем водички. Здесь рядом есть у нас как раз пляжик, куда мы недавно ездили. Там уже вроде как никому мы особо помешать не должны будем. После такого количества выпитого, мне кажется, это нет. Так, друзья, здрасте. Извините, что я опять вас тревожу немножко. Но мне очень надо попить воды здесь. Заправить 10 кубов. Я надеюсь, это вот так вот сработает. Это так не работает. Серьезно? О, пошла водичка. Отлично. Блин, обожаю это отсутствие коллизии воды здесь. Но ничего страшного. 10 кубов пока что нам хватит. Как я уже говорил, забьем мы его полностью на стриме. Хотя для меня немножко странно, что для промывки там нету никакой системы водоснабжения. Приходится туда воду возить. Ну ладно уже. Ничего страшного. Привезем, нам не жалко. Да, кстати, шлагбаум здесь открывается автоматически. Не знаю, почему все так не сделаны. Некоторые приходится ручками открывать. Как по мне, это большой косяк. Ну то есть, ну не знаю, мне не нравится. Мне нравится, чтобы все было одинаково. Все открывалось автоматически. Подъехал, тебе открыли шлагбаум. Ты проезжаешь спокойно. Давайте найдем место, куда сюда воду выгрузить. Потому что я, честно говоря, так и не посмотрел, что здесь происходит. Давайте вообще пошаримся по этому заводу. То, что там на главном входе рабочих высыпали, это мы видели. Здесь у нас идет очистка свеклы. Я так понимаю, анимация будет работать при работе. Работать при работе, да. Вход только по запросу. Сюда, соответственно, высыпается свеколка. Потом конвейером поднимается наверх. В общем-то, здесь она, наверное, чистится как-то. И, в общем-то, потом из этого всего добывается сахарочек. Здесь этой свеклы, на самом деле, просто охренеть, сколько уже лежит. Мне кажется, вот тут на рынке тихонечко подворовывают ее. Как бы забор с колючей проволокой. Но вряд ли кого это когда останавливало вообще. Успокойтесь. Вот здесь у нас, я так понимаю, будут появляться отходы. Здесь у нас будет появляться продукция на поддонах. Это было бы вполне логично. А куда выгружать палеты и воду? Со свеклой мы вроде как там все понятно. А, здесь у нас, кстати, известь производится. Которую можно будет потом использовать для посыпки полей. Да-да-да. Так это все работает. Правда, не знаю, как наши валероны с этим будут справляться. Вот здесь что-то тоже должно появляться, судя по всему. Ага, вот здесь у нас выгрузка, я так понимаю. Сюда вода выгружается. И палеты, наверное, тоже. Ладно, давайте сюда сейчас пригоним нашего зелка, посмотрим. Заводим его. И погнали попробуем разгрузиться именно там. Хотя там два триггера каких-то непонятных. Две бочки каких-то стоит, две цистерны. Хрен его знает, если честно. Ну ладно, сейчас разберемся. Это не проблема, когда это нас останавливало. Вот здесь вот у нас ничего нету. А вот здесь у нас дает разгрузку воды. Отлично, вода есть. У нас эти 8.54. Сейчас должны будут скоро прилететь денюжки. И за пивас, и за квас, и за силос, и за заправку. И так что может быть нам хватит даже денег на все 4 палета сразу. Ну что ты, откроешься? Открывается. В общем-то выставляем его обратно в работу по перевозке и продаже дегестата. И продолжаем дальше заниматься ресурсами. А следующий ресурс, который мы повезем, это конечно же будет свекла. Повезем мы ее с помощью нашего КАМАЗа. Он у нас тут на базе стоит. Не знаю почему здесь. Свекла у нас хранится в специальном погребе, где все корни плоды и хмель. Поэтому поехали туда. Посмотрим сколько ее на данный момент, кстати, уже насобиралось. Ее должно быть немало, насколько я могу судить. Сколько раз он уже сюда скатался. Ну маловато, наверное, да? А не, 73 куба. Он уже нормально. 73 куба, и это убрано там, поверьте, мало. Ладно, загружаем сюда один прицепчик. Не знаю как насчет забьем мы завод или не забьем полностью. То есть будет ли у нас с этого полуполя 500 кубов свеклы. Об этом мы узнаем только на стриме на самом деле. В общем-то поехали, отвезем свеколку. Здравствуй, здравствуй, сахарный завод. Мы привезли тебе сахарную свеклу. Надеюсь, ты ее переработаешь нормально и все у тебя будет прям хорошо. И ты будешь давать нам кучу сахара. Хотя на самом деле, если здесь требуется прям до хрена свеклы. Сахара-то немного получается с этого кузова. Может мы и не увидим сегодня ни хрена этого самого сахара. Придется его реально забивать по полной. В любом случае, давайте разгружаемся. Камаза, разумеется, оставим здесь пока что. Куда-нибудь отгоним его. Можно его даже прям вот здесь вот кинуть. Я думаю, никому мешать не будет. Во. Стой, короче, кури. Я вот, друзья, не обратил внимания, но нам пришло много денег в 9 часов утра. И мы, соответственно, сейчас купим палеты. Купим сразу 4 штуки. Раз у нас есть деньги. Да, они по 4000 литров. Или они даже по 2000 литров. Купить 4000 за 7000 это много? Дорого. Я, пожалуй, время на пятерочку поставлю, чтобы оно быстрее тут производилось. Нам же палеты нужны, правильно? Надеюсь, что правильно. Хотя, рано или поздно они нам все равно понадобятся. Но не, они по 2000 литров. Получается, 8 штук мы сейчас повезем. А 8 штук нам сюда хрен влезет на самом деле. Поэтому пускай будет пока 4. Привезем остальное потом уже на стриме. Выгружаем вот эти то, что у нас есть. Давайте что ли попробуем с автопогрузкой. Я еще ни разу на этом газоне с автопогрузкой не катался. Если 8 штук сюда влезет, то тогда возьмем все 8. Автопогрузка поддона. Включить на У. Давайте-ка подъедем, посмотрим, сколько сюда влазит. А влазит сюда всего 3. Ага, что-то новенькое. Ну ладно, 3 значит 3. И смотрите, как он сразу проседает, если его выгрузить. Прям вот на этот самый. Вот если выгружаем, сразу такое нормально. И он тяжело с ними едет. Ну и ничего страшного. В общем-то, везем еще и политики. И вроде как это все дело должно будет у нас зашуршать, заработать. И все должно быть у нас чики-бомбони. Так, ну теоретически это должно выгружаться все сюда. Снимаем крышку. Давайте их разгрузим. И потихонечку достанем. Да, именно здесь. Нам 5 штук надо еще сюда привезти будет. Ну ничего, привезем. Не проблема. Не сегодня, на стриме. Во, все. Палеты есть. Давайте газона тоже куда-нибудь отгоним, чтобы он не мешал. Но завод у нас до сих пор не работает. А все потому, что мы не выгрузили сюда рабочих. Сейчас мы это сделаем. Хоп. Оставляем его здесь. Рабочие у нас рядом стоят заготовленные. Заранее. Заготовленные рабочие. Боже, вот я вроде как про людей говорю. Такие вещи прям нехорошие. Рабочие у нас выгружаются прямо здесь около входа. Их нужно целых 8 штук. Поэтому давайте, друзья, шуршите работать. И все. Зашуршало. Завод работает. Появился некоторый звук даже. Это мы сейчас тоже отгоним к другому газону, чтобы он нам сейчас тут не мешал смотреть, наблюдать. Пойдем посмотрим еще, как оно тут анимируется или нет. Вроде как должно что-то как-то работать, анимироваться. И должна быть везде красота. Что-то где-то гудит. Это я прям слышу. Все гудит здесь. Что у нас здесь сыпется? Фиг его знает. Может быть выгрузка свеклы. Ну как бы так, по задумке, что ее можно будет достать. Да, побежал у нас конвейер здесь. Здесь он тоже что-то крутится, вертится. Конвейеры все это дело складывают. Сахарная свекла. Кстати, когда мы ее выгружаем, походу она вот здесь появляется. Судя по текстуре. Просто мы ее совсем мало выгрузили. Если бы полностью загрузили, здесь была бы гора. Мне так кажется. А что у нас там дальше? Дальше нас не пускают. Это логично. Все понятно. Производство на заводе, кстати, идет со скоростью 1000 литров в час. За 3 часа у нас тут нарисовалось 1,5 куба сахара. Чуть меньше сахарной пудрой. Извести 1,5 куба и отходов. Отходов до хрена получается здесь. Я вам скажу. Вот такие вот палеты с сахаром у нас будут в будущем. Я сейчас просто мотнул время. Но так, посмотреть просто на результат, чтобы вам показать. Соответственно, по 1,5 куба вот такие вот поддоны с сахаром будут. Где у нас еще что появляется? Еще сахарная пудра. Известь понятно, там в бункере. А вот сахарная пудра тоже должна быть на поддонах. Наверное, где-то сзади. Не, не здесь. А вон стоит. Вот такая вот упакованная сахарная пудра. И я так понимаю, она по 2 куба будут. Палеты в таких вот коробках. Обожаю пончики с сахарной пудрой. Это просто муа. Лепота. В общем-то, друзья. На этом я эту серию буду заканчивать. Много работы у нас переносится на стрим. Пройдет он, скорее всего, завтра вечером. Чтобы не пропустить его, можете вступить в группу ВКонтакте. И там подписаться на уведомления. Там кнопочка такая есть. Или же присоединиться к нашему каналу в Дискорде. Я там тоже уведомлялки заранее всегда шлю. Так что приходите, поболтаем. Будет весело. Также, друзья, не забывайте про комментарии и про лайки. Чем больше лайков, тем круче. Поверьте на слово. Я вас хоть раз обманывал. Ну, в смысле, я не имею в виду те случаи, когда я просто чего-то не знал. Ладно, не буду говорить всякую ерунду. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.